Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклух Макфлай. Меня зовут Олег, и это твоя супруга Дарья. Привет! Мы находимся на нашей новой, точнее даже очень-очень-очень старой квартире, которую мы купили не так давно. И, собственно, сегодня начинаем новый, очень крутой проект на канале. Ну и нужно обязательно подписаться, потому что, друзья, если вам, допустим, интересен ремонт, это видео будет для вас, ну, контент на канале. Если вам интересен бизнес-проект по суточной сдаче аренды, квартиры туристам, это тоже будет вам интересно. А если вы любите историю, это будет еще интереснее, потому что дому больше 100 лет, это все нужно будет обдирать, ломать. Я уверен, что найду клад. Мы купили квартиру в небольшом городе с древней историей, это город Елец, сколько километров до Москвы? До Москвы 380-400 километров. Это Липецкая область, мы сами живем в другом городе, но наш город не очень подходит для приема туристов, поэтому мы решили выбрать Елец. Хотим эту квартиру превратить в квартиру для сдачи в аренду туристам. И сегодняшний наш ролик мы хотим посвятить тому, что покажем вам, собственно, квартиру, что мы купили, расскажем о цене. Я расскажу о планах на ремонт, а Даша, собственно, расскажет о наших бизнес-планах, как мы хотим озолотиться на этой квартире. В общем, давайте начинать. Мы давно хотели попробовать такой вариант малого бизнеса, как посуточная аренда, но в нашем городе, в котором мы живем сами, в Липецке, это не особо перспективно, потому что у нас небольшой туристический поток. Мы долго думали, в каком городе это можно сделать, и выбрали Елец. Ну, во-первых, нам ехать недалеко, во-вторых, он ближе к Москве, здесь проходит трасса М4, и очень многие едут мимо на юг, здесь летом действительно очень большой трафик. Плюс здесь проходят крупные фестивали, такие как Русборг, фестивали реконструкторов, здесь есть крупный университет, причем с медицинским факультетом в нашем городе, например, такого нет. Также здесь рядом есть много крупных достопримечательностей, ради которых приезжают практически со всей области, близлежащих областей и с Москвы. Это Кудыкина гора, это усадьба Скорняково-Архангельска, это археологический парк Аргамач, и это город с древней историей, здесь есть что посмотреть, здесь есть куда сходить, здесь очень классное заведение Пшипита, то есть здесь действительно интересно и круто можно провести выходные. Мы хотели ложиться в миллион, но в итоге даже сумели приобрести квартиру дешевле, мы просто открыли Авито и смотрели все предложения до миллиона, которые были в городе, но так как город старый, здесь очень много квартир и домов, например, без канализации, там из серии туалет в коридоре и прочее, или туалет на улице, поэтому такие варианты мы убирали сразу, потому что мы рассчитываем все-таки на приемы гостей, туристов все должно быть максимально удобно. Само видео, как мы выбирали и смотрели другие квартиры, сейчас появится вот здесь, можете тоже посмотреть. Начнем экскурсию по объекту недвижимости, который мы себе приобрели. Квартира находится на втором этаже, у нее отдельный вход, вот там дальше уже улица, ее очень сложно снимать, поэтому включайте воображение. В общем, я захожу и попадаю на лестницу, лестница прямо передо мной и вот так отправляется наверх. Здесь под лестницей есть огромное пространство, и когда мы пришли сюда впервые, дочь сказала, о, здесь может жить Гарри Поттер, собственно, отсюда появилась и главная идея нашей квартиры. Вот такое вот пространство под лестницей, друзья, собственно, сама лестница уходит наверх, ну и здесь квадратов 6, наверное, можно что-то делать. Здесь плохо с отоплением, его вообще здесь нет, надо будет что-то придумать, зато очень красивые, милые стены, в общем, ну и отсутствие пола, возможность найти кладку. Здесь мы хотим сделать, ну, что-то по типу гардеробной или где люди смогут оставлять, допустим, коляски, велосипеды, места для этого предостаточно. Лестница имеет один поворот и, собственно, два пролета по 6 ступенек. Лестница у нас деревянная и, в принципе, состояние очень даже неплохое. Плюс вот эта штука, которая надо мной, это на самом деле фальшная стена, здесь пусто, чтобы вы понимали. И вот эту стену, в принципе, можно будет убрать, и здесь будет, ну, достаточно большое, интересное пространство. Заходишь и сразу попадаешь во что-то очень высокое. Поэтому вот именно эта лестница, это такая своеобразная фишка этой квартиры, ну, нам так показалось, и, собственно, она навела нас на главную мысль, какой нужно делать квартиру. Так, ну и здесь мы попадаем, собственно, в саму квартиру. Она состоит из двух помещений, назовем это так. Первое помещение, 9 квадратных метров, ну, условно, это кухня сейчас. В нашем случае это будет типа холл, гостиная, кухня. Ну, вот такое многофункциональное помещение, то есть, грубо говоря, здесь будет шкаф, тут люди приходят, раздеваются, вешают шкаф, пока мы не сделаем помещение под лестницей правильное. А это, ну, следующий уже план. И, собственно, здесь будет кухня. Главный вопрос, самый, наверное, больной вопрос сейчас в этой квартире, это вопрос отопления. Потому что сейчас здесь печка. Печка, в которую заведен газ. В общем, таким вот чудесным образом выглядит печка. Это форсунка, наверное. Ее крайне сложно зажигать. То есть, если она горит у вас, то ее надо постоянно обслуживать. В общем, надо здесь жить. И для квартиры, которая предполагается в аренду, это вообще не вариант. Поэтому от этого мы явно будем избавляться. Саму печку, к сожалению, мы никуда не денем, потому что печь является частью несущей стены. Такой вот дом. Поэтому надо будет как-то решать. Вариантов несколько. Повесить газовый котел, сделать отопление батареек в квартире вообще нет. Потому что вы понимали, квартира маленькая, вся печка нагревается, и, собственно, отсюда в эту сторону от нее тепло. И в комнату от нее тоже идет тепло. Вот. Либо повесить, собственно, газовый котел, либо повесить электрический котел, либо поставить конвектора. Вот, ну, такое количество у нас в ряд. Пока думаем, друзья. Если есть мысли по этому поводу, если шарите, квартира маленькая, 27 квадратных метров, соответственно, напишите, пожалуйста, в комментариях, если есть специалисты, а в интернете всегда есть специалисты, как поступить, что лучше, что оптимальнее, что правильнее будет сделать. Вот. Собственно, вот такая вот небольшая комната. Там, вот я прямо сейчас смотрю на душевую и туалет. Давайте я вам их тоже покажу. Ну, пока это выглядит как дыра в стене. По сути, это и есть дыра в стене. И здесь пристроена достаточно вместительная, собственно, душевая кабина и туалет. Все это обшито позорнейшим пластиком. С этим тоже нужно будет что-то придумать. Но одна из причин выбора именно этой квартиры для нас явилось то, что ванна с туалетом здесь есть, потому что город старый, не во всех квартирах есть вода, не во всех квартирах есть газ, не во всех квартирах есть канализация, а тут прям есть сразу и все. Да, есть минус в виде печки, но вы же напишите в комментариях, что с ней делать, правильно? Возможно, мы вообще отключим газ, и в таком случае кухня будет выглядеть следующим образом. Вот здесь будет все кухонное пространство, собственно, раковина, варочная поверхность, ну, какой-нибудь индукционный и небольшой столик. Я думаю, если приезжать сюда на пару дней пожить, то это вполне достаточно. Если когда-нибудь жить здесь постоянно, то надо что-то придумать, но мы не планируем здесь жить постоянно. Это самая главная комната в нашей квартире. 20 квадратных метров, два окна, небольшая, но теплая и уютная. Здесь какие планы? Прежде всего, ободрать себе обои. Надо понять, что под линолеумом, вероятнее всего, там доски, которые нужно будет сострогать и сделать красивый ее пол. Стелить ламинат, оставлять линолеум вообще не хочется. Вообще, изначально мы хотели всю квартиру ободрать полностью, всю штукатурку сделать, прям лофт, да, вот кирпич, как это сейчас модно. Но потом, что-то мы подумали, кое-где поотрывали обои, посмотрели, там неплохая штукатурка. В принципе, несколько стен мы оставим, наверное, штукатуренные, но покрасив какой-нибудь современный хороший цвет. И выберем какую-нибудь одну стену, которую, да, действительно, мы обдерем полностью в кирпич, и будет очень даже хорошо. Самое интересное, друзья, что мы сделали, уже сделали небольшое открытие, мы посмотрели на план, и было третье окно. И мы пришли, говорим, хозяин, здесь третье окно, они говорят, нет никакого окна, они здесь прожили 8 лет, предыдущие хозяева. Вот, и путем простукивания и отрывания обоев, смотрите, что мы обнаружили, друзья. Здесь есть третье окно. Прикольно. Вот, это надо будет как-то все разобрать, может быть, окно вставить, может быть, оставиться как ниша, может быть, еще что-то. Надо будет думать, друзья. Квартира, на самом деле, полна сюрпризов. Видите, вот полчаса мы здесь находились, и уже обнаружилось какое-то тайное окно. Сейчас начнем обдирать стены, еще и клад найдем. Мы остановились на этой квартире, потому что все-таки квартира для посуточной аренды должна быть интересной. Она должна быть тематической, необычной, и в ней должен быть какой-то шарм, чтобы человеку захотелось не остановиться. Нас привлекло, что там есть лестница, что она как будто на втором этаже, и внизу есть еще такая своеобразная кладовка, тоже, которая может стать гардеробной или комнатой. И расположение, конечно, в центре города. У нас сразу появилась идея, что мы можем сделать что-то такое в английском стиле, какие-то ассоциации с Гарри Поттером появились, потому что он тоже где-то там в хаморке, под лестницей жил. Вот, и мы захотели сделать такой вот дом Сириуса Блэка в стиле немножко лофт, стимпанк. И так как у нас эти идеи появились, мы решили остановиться на этой квартире, поэтому впереди нас ждет масштабный ремонт. Ну вот такие у нас планы. Следите обязательно дальше. Мы будем выкладывать все этапы ремонта, все этапы подготовки. Так что впереди много интересного. Миклух Макфай, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, друзья, ваши советы. Мы сейчас на той стадии, когда очень нужны советы знающих людей. Да, будем очень рады. Да, вот. Оставлять окно, не оставлять окно, обдирать стены, не обдирать стены. Отопление, что делать? Самый главный вопрос, друзья, что делать с отоплением, это нас сейчас беспокоит больше всего. В общем, в комментарии, подписка, лайк. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok